Сегодня у нас ремонт резьбы в шатуне в самом обычном тройнике. Почему чинили, почему тратили деньги на вставку вот такой вот хорошей футерки сюда из-за работы по установке? Потому что шатуны новые, то есть велосипед вообще там нисколько не проехал, видите, практически краска даже не содрана. Так, значит, владелец велосипеда неправильно вкрутил педали, сорвал резьбу, видно, да, как он тут все это разбил, когда закручивал и откручивал. В общем, практически новый велосипед, нисколько не проехал, и сорвана резьба на подкрепление педали. И как бы, вроде бы, можно бы и новые штуны купить, зачем ремонтировать и так далее, но такие штуны, самые дешевые китайские, стоят полторы тысячи, примерно, 1600. А здесь штуны провил, достаточно хорошие, легкие, такие стоят, наверное, тысячи под две. И как бы вставить футерку, во-первых, дешевле, чем купить новые, то есть ремонт дешевле, получается, в два раза, в три раза, чем купить новые штуны. Здесь проблема в другом. Расстояние между звездочками здесь у нас 6 мм, потому что, не знаю почему на самом деле, но вообще 3 на 9, то есть штуны, вот система 3 на 9. И обычные китайские штуны, у них расстояние между звездочками 7, то есть несколько разных мы померили, металлические, алюминиевые, у них 7 мм. И передний переключатель, тройник, на три скорости, он не переключает между этими звездами, ему не хватает закинуть на самую большую звезду. А у этих штунов какое-то маленькое расстояние 6 мм, то есть, представляете, разница в 2 мм. И вот передний переключатель почему-то на дешевых штунах не обслуживает всю систему из трех звезд, поэтому решили, это была вторая причина, почему именно эти штуны решили восстановить. То есть, их на пару лет хватит, а дальше уже клиент будет думать, ставить там разборную систему или там одну звезду впереди и так далее. Вот такая вот история. Ну а здесь, конечно, просто подкрасить баллончиком с краской.